так доброе утро семья что-то сегодня мы припозднились сели завтракать я чем сейчас занимаюсь вот хлеб кстати сегодня хлеб надо испечь заканчивается мой хлеб который я уже пику в рукаве много времени намазываю его паштетом кстати у меня этот паштет где-то давно давно можно выкладывали мы полюбили очень этот паштет роботе видать давай кусочки папа и круиз вот так нет я его так немножко поделюсь на творог по поводу творог тоже сама сметана сама паштет творог сама паштет сама хлеб сама 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 только вот это вот это какая-то икра нет я ее не буду ради бога никто не просит дефицит масло сама нет масло американское сыр тоже американский а это это корейское все потому что кореянка изготовлена это корейская это корейская ничего не корейск это корейская вот мне очень нравится сейчас и моему мужу творог который я приспособилась готовить как ванна причем до творог этот я научилась из трех с половиной литров у меня почти получилось девятьсот с лишним грамм творога вот так сильно выжимать из творога влагу подвешивала я раньше на марвич его так и выжимала прямо творог сухой сухой получался и мало его получалось а вот когда не очень много выжимаешь получается такой рассыпчатый в меру влажный вкусный и его получается много но если я из девяти вот честно скажу было девять шестьсот у меня ой что я болтаю три шестьсот три литра 600 миллилитров молока у меня получилось 950 грамм вот знающие женщины они скажут что это в общем то рекорд потому что из 1 литра некоторые получают 200 какие новости южной кореи или у вас новости особо нет вчера мама узнала новость как хоронят южной кореи и сколько это стоит и как проходит эта процедура и мы вам расскажем интересно вам будет или нет а зачем это людям на дома не надо тем кто здесь только для меня кто нет для людей не актуально не надо им рассказывать тем кто здесь живет может интересно будет нет людям интересно просто сравнить я знаю как это в казахстане происходит здесь происходит но поделись ли не ну кое-что я уже узнал но я потом поделюсь может быть настанет момент когда я потом поделюсь сейчас пока не будем делиться почему именно интересно анонс я отказала чем-нибудь другим так нет может людям будет именно интересно ну и кому-то напишут если да хотя не дай бог этим делиться ну а что это на хочешь не хочет а всем нужно тем более здесь скорее многие не знают как происходит если случится внезапно да куда звонить что делать сколько денег надо как все это проходит со временем я конечно может быть поделюсь если найдутся желающие узнать это нет именно я хочу чтобы записали мы и рассказали людям чтобы они знали ты вот знаешь раз возможность есть поделиться с людьми поделись потому что мы что же не знаю пока нет я пока не могу пройдет немного времени почему ты не можешь так не пойму короче получается так приезжает человек умирает приезжает компания которая занимается этим забирает одевает обувает значит гроб они привозят и увозят куда-то а куда не вывозят интересно наверное туда где где кремация на происходит он будет 10 раз привозить туда-сюда я так думаю потом потом эта компания предоставляет жилье помещение помещение и жилье устанавливает этот гроб куда могут приходить родственники близкие знакомые там допустим попрощаться с ним а вот зачем они предоставляют жилье я вот это не понимаю на трое суток аж ужас ну например ты вот поедешь то ты например мать умерла у тебя до поедешь тебе жг надо где-то на не только тебе всем остальным ночевать где-то или вы на ночь домой поедете конечно не трое суток он всем находятся именно предоставляет возможность ним последние трое суток провести вместе с ним ну зачем это надо вода а и ночью что ли прям и ночью до вот люди-то спят на всяком случае она мне не сделала что на ночь кто она тот кто рассказывал ночью сидеть ужас ну многие многие вообще у нас казахстане тоже ночью покойника одного не оставляют ваще за чего три дня она держит всегда сидит да хорошо мусульман умер и сразу похоронили и все на третий на пятый день хоронят ну почему-то мне запомнилось нечетные дни хоронят человека а вот смотри на хотя последние уже когда он умер последние три дня с ним провести да а когда живые люди не хотят с ними проводить особенно со стариками ну это кира уже второй вопрос конечно это нет я говорю правильно старик один останется потом умрет приедут они заберут его и три дня с ним там сидят а ему она уже сто лет не надо этому старику или старухи да нет я вообще говорю зачем три дня исключение нет я про три дня говорю зачем эти три дня вообще нужно потому что говорят что три дня его душа еще находится вместе с вами что ли какая у мусульман что души нет понимаем вот мусульмане видишь правильно идет раз умер сразу похоронили все тоже душа у них есть ну должна быть они что же люди потом короче кормят поят там вот тоже до живых живые ты поят кормятся три дня не могут же они голодные пец блин еще три там они берут это на себя на себя эту обязанность берут чтобы люди не отрывались не готовили не бегали по этим по рынкам по магазинам продукты покупали а часто у нас там было такое что например если человек умер внезапно да даже если и болел кто заранее будет стол готовить конечно нет а когда вот уже покойник лежит там снохи дочери там эти на машину поехали на базар на рынок магазины закупили продукты там и готовят поминки ну я так считаю близким родственникам конечно нужно сидеть оплакивать умершего они вынуждены если некому на кухне то они вынуждены близкие родственники там дочки снохи стоят кушать готовят чтобы их кормить накормить людей которые пришли выразить соболезнования да и такое часто они пришли выразили посидели поплакали и пошли домой а у нас помнишь особенно у корейцев как устраивали целый банк мусульман а у мусульман у моей подруги например тоже когда близкие умирали вот я помню двор такой большой был двор и накрыть столы были буквой п прямо и приходили люди выражали соболезнования и родственники считали своим долгом обязательно посадить за стол накормить накормить напоить да обязательно депильные замашки а потом я знаю что и и у корейцев и у казахов приходят родственники приходят близкие друзья они все приносят деньги это как считается материальная помощь деньги на похороны вот это все вот повелось вот этой нищенской жизни потому что денег ни у кого не было даже на похороны собирали всю жизнь себе а и сейчас если даже и люди вот не цут чтобы помочь похоронить ну и сейчас тоже как ты пойдешь к человеку выразить соболезнования просто выразить вместе поговорить поплакать там постоять я считаю так нет а мы обязательно мы ходили это вот по старинку сколько раз мы ходили на похороны мы всегда если даже коллективом собирали если весь коллектив не мог пойти выразить соболезнования то часть коллектива например коллектив очень большой а ехали например где ну человек 10 и везли эти деньги выражали соболезнования да вот с одной стороны накрывать мертвому оно сто лет уже не надо ну хорошо а тогда как а ты как считаешь как надо я считаю человек умер его нужно похоронить никакие ни столы не накрывать никакие ни деньги не нести что это праздник что ли сидят жрут бухают там некоторые потом еще поминки по три года справляют а когда он живой особенно старики да или больные инвалиды они даже слышать не хотят даже дети родные я вот знаю таких которые даже не хотят близко на порог своего старого родителя смотреть а когда умер прийти плакать сидеть три дня жрать за столом это они гораздо да вот я вот это терпеть не могу вот ведь я помню он рассказывал говорит какой витя племянник рассказывал что ходила так анекдот такой как же он говорил на похоронах в общем друзья собрались на похоронах в общем собрались на похоронах похоронили отца что ли и три гармошки порвали какого отца мам что ты придумаешь тещу это старый анекдот да ну это совсем другое причем здесь но это вот говорит о том что они на похоронах нет это из другой серии что зять тещу так ненавидел что на похоронах три баяна порвала нет это другое я говорю на поменках пили нет они пели веселились что теща умерла это совсем из другой оперы я говорю про то что родные дети когда родители умирают или там какие-нибудь инвалиды или старые они вот нос они кажут а когда умрет сидят три дня плачут три дня вот прямо из себя кира это тоже не все же это тоже единицы такие не так это единицы мам сплошь и рядом нашей семье это сколько случаев не в нашей вернее короче что там дальше посидели они три дня там покушали три раза в день потом человека забирают по желанию на кремацию либо значит похороны организуют если есть значит материальная возможность то покупать земельные здесь участки в корее и хоронят дима вам мы даже дима тоже наш говорил что я хочу купить землю и начинать с нас с меня из деда он хочет начать и потом всех там в общем хоронить я сказал диму не выдумывай кремацию лучше всего говорю не надо не ну даже вот этот сосуд с прахом его же нужно куда-то захоронить можно и это пантеон и там как дураки как в общаге все сидят в этих горшках надо свое место и туда ходят молиться кланяться в день поминовения вот короче потом дальше на кремацию забирают кремируют отдают прах в урнии родственникам теперь сколько стоит это процедура примерно в долларах я уже долларов наверное тысяч тысяч ну 4 5 в этом недорого когда долларов почему потому что я года два тому назад еще раз звонила такое агентство тут есть интересовалась как это происходит и что это будет во что это нам выльется а интересовалась вам вам уже ни во что не выльется вам же все равно будет мне нет мне все равно было интересно и мне так ответил в общем глава этого агентства которым занимается этим делом он ответил что это будет зависеть он сказал от двух до четырех миллионов вон я говорю а почему такая разница а он говорит что это зависит от того сколько у вас будет друзей и родственников присутствует на этих похоронах оказывается здесь вот забирают приезжает агентство забирают покойника потом значит забирают его если вы хотите кремировать да и да и не кремировать а допустим похоронить то это значит выделяется вам какое-то там помещение вы три дня можете там находить вам ты по второму кругу рассказывать нет вот я что хочу сказать вот это мне очень понравилось что когда у людей случается горе ну например женщинам да надо стоять на кухне чтобы всех приходящих выразить скорбь и заболевания опять накормить зачем мы кормить капец ну это ты так считаешь зачем кормить ну пришел он ну корня говорю я никого кормить не буду я сразу предупреждаю а поэтому ну и тогда никто не не надо выражать собой потому что все кто приходит это все не естественно кому нужен покойник старый человек особенно если он даже детям некоторым не нужен вот они придут там обычно знаешь как ходят вот если мы не пойдем сейчас к ним и не отнесем деньги то мне тоже ко мне тоже не придут и даже похороны превращают знаешь какое-то мероприятие массовое и даже если например у тебя на похоронах у твоих близких мало народу это прям какой-то позор надо чтобы было знаешь прямо всегда раньше говорили ой столько народу пришло столько народу пришло ну а покойнику зачем это это показателем чего мама уважение к усопшему и уважение к его детям это все пустые слова что значит уважение уважение чтобы например я никак не хочу я говорю как я считаю вообще так а ты считаешь но ты одна обухом нет почему я одна я это буду делать плетью обуха обуха не перешибешь это вот такая дебильные вообще вот я вот сейчас вот слушаю меня прямо ужас берет людям и так не до этого тут еще и вот поэтому вот людям не до этого спать ложить оказывают такие услуги люди придумали вот такие услуги короче говоря потом в общем кремируют потом кремируют платишь и все да на этом да конечно и тебе вручают урну хочешь ее захоронить хочешь там земле хочешь можешь отвезти на родину но я знаю что вот многие здесь родина часто в новостях люди просят помощи вот я лично сама видела когда в этом интернете была такая сейчас подожди я дверь закрою ужасно было такое объявление что вот случился какой-то несчастный случай погиб молодой человек его нужно отправить на родину потому что там на родине у него где-то не то в узбекистане не только за хстане уже не помню не важно у него там в общем пожилые родители и надо тело этого молодого человека отправить на родину отправить гроб с телом это умершего в самолете говорят доходит до семи тысяч долларов вот такая плата и поэтому люди просят помощи ну а у кого нет такой возможности конечно хоронят здесь и кремации подвергают лично я например сказала не надо нет ни на какую родину там никого уже не осталось потом мы всегда у тебя родина здесь нет у меня родина казахстан ты казашка или кореянка я но казахского казахского казахстанского ну и зачем тебе это рождение вот и я что хочу сказать что наверное правильная эта кремация почему потому что я когда там родители мои в казахстане когда умерли много много лет 5 числа мы ходили там родительский день убираться траву там дергали в общем приводили в порядок могилку красили оградку потом значит через сколько-то лет я пришла к выводу что каждый год когда мы приходим у отца моего вот эта могила вся травой порастет ужасно вот он ее не выдергаешь и тогда мы решили что делать мы решили вот надгробную плиту вот такую увеличить чтобы хотя бы трава не росла рядом с этим мы так и сделали и вот я что хочу сказать что каждый раз когда 5 6 апреля мы приходили мы видели рядом могилы вот видно что эта могила что человек уже давно уже умер никто не приходит это оградка вся поржавела некому ее покрасить перекосилась это вот этот памятник перекосился некому поправить и вот я поэтому детям сказала не надо хоронить нас потому что потом получится так что некому прийти на могилу а зрелище это не не очень приятное и поэтому я говорю детям и внуку сказала когда он изъявил желание купить где-то там землю я говорю не надо говорю кремируйте прах высоко в горах где-нибудь развейте и все не надо вот я тоже так считаю зачем вот это хоронить еще ходить каждый год там эту траву дергать вот мы дергали шли с лапками с лопатами бедрами краску заранее жрачку туда тащат этими тазами сами же сидят жрут пьют и жрут опоминают все это с праховой землей смешивается мам что ты говоришь жрут нет я никогда не жрала например я ж не про тебя вообще говорю что туда тащат сами живые садятся и жрут однажды когда мы в тазике вот надо этому усопшему каждому значит так зак на курицу принести какая дуристика таз огромный огромный несём и перед могилкой значит поклоны отбиваем и покойному якобы стол накрываем живым надо кланяться и для меня это было тоже в общем так где-то ну не совсем приемлемо что ли думаю господи человек уже давно уже 20 лет тому назад уже там и нету а мы все таскаем дозы эти клай однажды так случилось что у нас курицу стащили мы приехали домой но там народу много собралось и когда вот это мы тазик стали разбирать оказалось что у нас курицу стащили а почему а потому что там у нас на родине где мы жили уже все знают что 5 6 это корейский родительский день в этот день на кладбище на корейском только корейцев собирается нам ты никогда столько не увидишь и вот эти цыгане тоже знают что в этот день можно на кладбище продуктами поживиться и вот а еще там такая была привычка уходим и оставляем на салфетках еду якобы для покойника якобы но это не успели мы два шага отойти цыгане набегаем все это расхватывает ну правильно они делали хоть они поедят их дети а вот если так вот все образованные да люди но не все ладно большинство вот вы например мы тоже ходили как дебилы мы делали так как все оставляем да а сами нет башкой своей подон для кого мы это оставляем эту еду уже так и мы ну вы его не надо как все это статный инстинкт приводит знаешь и вас так вот цыгане молодцы хоть подбирали кушали хоть добро не пропадал уже тема такая зашла я хочу сказать что последние где-то лет пять наверное шесть там мы жили значит я сказала больше я тазы таскать туда не было правильно и не таскала и всем своим братьям сестрам тоже сказала они все равно таскают а почему я так сказала почему я так сказала потому что к нам приехал пастор значит церковь там была и корейский сам кореец он женой и он когда увидел вот это вот эту церемонию он говорит вы же совершенно неправильно делаете он тоже много зачем туда говорит тазы на кладбище таскаете нельзя говорить таскать зачем вы это таскаете я так подумала а и правда зачем и после этого мы не стали мы идем туда убираемся мы красим оградку это серебряные помню краской перчатки надеваем траву это все но благоустраиваем ухаживаем за кладбищем вот но пищу мы больше туда не таскали последние лет ну пять шесть лет наверное мы не таскали то есть своеобразный то ли бунт что ли я устроила там и не таскала и ничего и ни разу не приснились мне родители и не сказали да почему курицу не принесла но уже нам конфеты маму вы же считаете себя образованными да вот то есть я как вам могут такие мысли я получила что ради из-за этого родитель может присниться и подтверждение тому что так ты сомневалась пастор прав я не сомневалась у меня не было возможности сомневаться я делала как все все пастор тоже сказал зачем делать так как он сказал надо своей головой как бы но я считаю что сопоставлять и вообще думать думать это не каждому дано к сожалению просто подумать зачем мертвому человеку это все нужно все это делается для самих себя для живых и больше всего меня всегда бесит и я не устану это повторять что все это нужно давать живым родителям живым старикам живым дедушки с бабушкой а когда они уже умрут им уже сто лет это не надо ходить там плакать по три дня сидеть тазы таскать на их могилу вот я сейчас при зрителях при свидетелях сразу вас предупреждаю я не буду никого не звать никакие столы накрывать не буду никого кормить и сама жрать не буду если на то пошло кто хочет кушать не дня не будешь нет подожди кто хочет кушать хай идет дома ест и приходит вообще не буду накрывать ничего это не праздник это дни скорби это раз теперь я не считаю нужным что нужно держать покойника покойного умершего человека трое суток вот эти вот знаешь с древние с древних времен вот эти вот поверье душа должна куда-то что-то там еще должно зачем по обстоятельствам сегодня умер если поздно значит на следующий день завтра можно похоронить если сегодня утром умер можно если за день успеваешь в день похоронить по-мусульмански вот правильно они делали уже третий раз повторяю вернее делают делали и делаю мне это не надо моим друзьям моим это это не праздник а вам тем более но если вы это будете раньше конечно мы будем а кто же будет мы будем короче ну где-то я соглашусь где-то каких-то моментов каких-то нет еще вот например в грабу лежащий человек покойник не самое приятное зрелище чтобы его обозревать еще не на третий день я вспоминаю как мама моего летом я помню жара такая стояла к третьему дню у него настолько уже лицо испортилось что это было вообще а помнишь тетя лилю соседку нашу да ужас вообще ужас вот в этом я может быть согласна что правильно мусульмане делают что вот хоронят пока человека запомнили вот таким как какой он был при вот смотри пока человек ой человек умер уже все ему на все наплевать и нужно делать так как удобно живым близким сделать похоронить так как удобно живым помнишь как вну отец фу отец говорю господи как его то дедушка моих детей говорю вот тоже как-то сидели и про это стали говорить как хоронить сколько народу вот он хотел чтобы народу много было стали дальше больше дальше больше дошли до того кого звать и стали говорить вот этот придет тот придет этот приедет тот не приедет наверное в итоге кого-то еще назвали а он сидит и говорит этого не зовите я не хочу его чтобы он видеть на когда своих похоронах я говорю а вы уже ничего не увидите вам будет абсолютно все равно вот я не хочу его не зовите я не хочу чтобы он был на моих похоронах такая ужаса все и вы его не позвали я не помню это раньше было уже ну короче ерундистикой занимается и вообще вокруг этого всегда столько каких-то знаешь споров разговоров какие потому как люди домыслов каких-то мифических вот этих рассказов присниться придет а а еще мне смешно когда наши рассказывают говорят у корейцев же сжигают одежды покойника вещи ну ладно там уже стали доходить до дурости уже стали телевизоры всякие там бытовые приборы личные да сжигать бытовые в гроб кладут ну например бритву нет а вот помнишь раньше мы аж смеялись некоторый телевизор вот в комнате стоял сжигали да а я видела мы ржали там на кладбище уже телевизоры потом вот эта мебель которая некоторые в комнате у покойника что было чем он пользовался шкаф я тебе о чем говорю что думаешь мало дураков на земле и короче вспомнила значит допустим рассказывали многие вот покойник умер и забыли ему положить например очки ему на том свете пригодится это да нужно будет типа потом значит кому то там в семье его жене или его детям кому то или его там еще кому то вдруг снится сон на следующий день после похорон что пришел он и говорит ой я вот тут хотел что-то там книгу почитать или что-то там это вот очки мои не могу найти это капец идут эти очки там нужно говорит пойти и на кладбище а на могиле сжечь эти очки и тогда они дойдут до а потом значит кто то рассказывал что забыли сжечь какую то там рубашку например или что то какую то шапку или шляпу вот пришел ночью он говорит во сне голова мерзнет или там тело мерзнет пошли сожгли на следующий день на могиле все ничего у него не а и больше никогда не приснился больше не снился и ничего не приснился все проходит это ужас это все наверное от того что от незнания от незнания люди не знают я вот просто дальше сравниваю да и думаю боже мой уже 21 век искусственный интеллект столько иного прервалось столько открытий людей и все равно они все равно люди не вспоминают технологии тащат это с древности вот эти все передают а еще я так думаю у людей горе и в этом горе они в общем там уже не вспоминают что правильно что неправильно как люди как все делают так и я вот я лично например я исходила из того что как родители мне говорили как меня учили как соседи их родили точно так же и я делала еще знаешь смешно так всегда обязательно найдутся 150 человек которые начинают там командовать вот так делайте вот так надо ну не 150 кератуш не преувеличивай да бывает другой придет так не надо вот так делайте командир третий придет вообще неправильно делайте делайте вот так это вообще не делайте ой кошмар ужас ужас по этому поводу поэтому я никого не буду слушать дядь Костю папа наш на место поставил когда тот приехал на похороны своей жены и уже вам за что ты имена называешь день похорон ты сама мне сказала мама говорит я не хочу выступать потому что это не моя история я говорю не называй имена сама называешь ну короче приехал с женой был в разводе тоже вот зачем это личная жизнь каждого человека это ужас привык указывать по жизни и чё ну его на место поставили он сразу замолчал и в сторону отошел ну ладно любят вот так я же говорю любят так резюме какое резюме такое что мы когда умрём за здравие дочь наша за здравие начали никого не позадят никому не скажут за упокой да не этим надо резюмировать резюме такое пока человек жив нужно делать всё для него ну для близких для его блага для блага каждый своим близким окружающим должен так делать а когда он умрёт это уже никому не надо тем кто умер и вообще не нужны вот эти все церемонии это всё пришло с веков каких-то ещё до нашей эры утруждаем от веры бога кера это пришло мне так кажется да раньше вот допустим у корейцев не было вообще веры у них была языческая какая-то была они были вообще нет 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 у них они были язычниками так же как и многие и славяне тоже были язычниками это всё шло от неграмотности от вот этой темноты что люди думали что есть там какие-то духи какие-то те мёртвые какие-то тот свет этот свет и ещё сказал наш Абай один раз у меня спросили вы верите в бога а он говорит а что тот свет есть что-то тоже стали говорить он говорит нет я не верю а ему пастор что ли говорит как вы так можете говорить на том свете там хорошая жизнь а он сидит и говорит не знаю ещё ни один из того света не пришёл не сказал что там хорошо я думаю вот правильно правильно он сказал ещё как ни одного не видел с того света но это такая материя какая вот это вот тема вот этой нашей беседы это такая материя в которой никто ещё по-моему не нашёл правды одни говорят есть другие говорят нет лично я например всегда говорю меня когда спрашивают я всегда говорю что я верю в реальность верю в то что я вижу а вот многие говорят вот бог там есть да я уважаю тех кто верит я уважаю тех кто для кого жизнь от этого лучше да те кто верит ради бога да если это им приносит какое-то успокоение вот реально вот это вот я то что я вижу вот я то и говорю ну вот вот я и спорю с тобой что ты атеист не веришь так же как и я а видишь мы вот эти церемонии как дебилы всё равно повторяем а церемонии как все делают так и мы а что мы другого мы ничего не можем если подумать да зачем это надо вот эти тазы таскать ну хорошо я умираю ты меня похоронила никого не позвала никого не это самое да встречается твоя подруга и говорит а чё ты мне даже не сказала что у тебя мать умерла ну зачем тебе это надо это моя мать у тебя своя мать есть ну принято ну принято и радостью делиться и горестями же делиться да мам это знаешь такие вот ты понимаешь чувство трагедии чувство горечи ты хочешь сказать оно должно быть индивидуальным да никто его с тобой не разделит это всё слова и вид как некоторые придут знаешь прям делают вид что они такие прям сочувствуют ну это же брехня всё ну почему почему ну потому что ближе своих близких родителей и детей у человека нет так природа придумала заложено ой какая она оказывается а тебе например чужалка чужих людей да когда например страдает моя подруга от того что она потеряла например сына но ты в её шкуре всё равно не можешь себя в тот момент да я вам про это говорю а я могу же поплакать могу нет зачем мне ей сына это не вернёт нет ну то есть я хочу сказать не надо вот эти сборища не нужны вот эти все кормёжки ночёвки мне будет уже всё равно можешь звать можешь не звать всё вот нужно делать так как удобно живым и все всё это нужно давать тогда пока человек жив а не когда он умрёт кланяться ещё не буду кланяться вообще зачем кланяться да тоже пошло откуда-то капец ну это как типа дань уважения что-нибудь кланяются ой короче ну вот здесь корейцы они видишь всё время кланяются они здороваются с детства детей они живым кланяются правильно да это у них знак уважения а у нас там мы такой никогда не пользовались а как умрут начинают все кланяются у нас только на юбилей ну и на похоронах благодарность тем самым выражают своим родителям ой ну на юбилей ладно а когда уже умрут ладно хейта ты сегодня очень много соврала моя дочь какого хейта вот посмотришь а что тебе надо чтоб тебе только хорошие комментарии писали ну желательно зачем приятно потому что ушам и мозгам скажи мам ты ужас вообще а мне приятно когда хейтят наоборот оооо ужас один ты понимаешь соцсети это любая реакция на я понимаю тебя да на земле 8 миллиардов на то что ты смотришь поэтому и еще самое главное вот хейтерам кстати да это скандальнее проект тем больше хейта тема а хейт вызывает всегда комментарий поэтому а от комментарий зависит продвижение видео так что больше давайте так что больше хейтите хейтите больше да чтоб продвигать да мне например нет мне не все равно что обо мне будут говорить вот это тоже очень плохое качество это вот знаешь наше совковое мы должны быть как все чтобы не дай бог кто-то про меня не сказал что-то плохое а мне уши у всех одинаковые слушают уши то слушают и мозги тоже ну мам подожди это все от того что кто-то про тебя думает не так как ты хочешь тебе от этого что ты худеешь или у тебя денег меньше или твои дети болеют неприятно а неприятно как валили на настроение действует потому что ты неправильно себе концентрируешь ну и пусть ой концентрируешь в смысле настраиваешь это капец жить только так чтобы о тебе хорошо думали а что в этом плохого в этом ничего плохого нет ну и если будут о тебе не очень хорошо думать в этом тоже ничего нет трагического все равно все умрем нет бывает что например человек услышал как у нас срать на столе и услышал неприятную какую-то весть о себе о своей дочери и умер помнишь как это сердечный приступ у чехова помнишь смерть ой блин смерть кого друзья напишите блин смерть кого вот вылетела а вот он пошел ты не читала чехова нет вот видишь не читала очень плохо а я все перечитала и чехова и достоевского и льва толстого ну короче не об этом у него есть рассказ значит там такой среднестатистический служащий пошел в театр и сидит и увидит и вдруг увидел перед ним генерала угу он его узнал и прям перед ним сидел блин ну как у меня с названием вылетело членопочитание и он короче сидел и стал ой здесь вот он сидит там та-та-та-та-та-та-та стал вспоминать что он каких-то там добился высот этот генерал и нечаянно чихнул чихнул а тот значит генерал по-моему стал платком что ли свою лысину вытирать и все вот этот который чихнул он стал себя днобить стал думать ой зачем что я наделал зачем я так сделал зачем я это да теперь то да теперь это стал извиняться тот ему говорит да ничего-ничего он дальше больше пришел домой лег и умер ха-ха-ха-ха так и ты блин забыла название ха-ха-ха-ха надо у папы спросить он себя так это загнобил сам да да вот вот так и ты вот такие мозги на него действовали вот понимаешь это неправильно и что ты с этим сделаешь ты что переключишь что ли конечно нужно себя перестраивать ну чихнул и чихнул да вот для этого существует разум люди должны думать мозги то для чего должны чтобы думать ну ладно дорогие друзья это думает так моя дочь я лично так не думаю я всегда была человек на виду и мне было не безразлично что обо мне думают мои родители мои ученики мам ты откуда знаешь что они про тебя думали они тебе в лицо говорили хорошо допустим ну и бог с ним а то что они о тебе думают это тебе не важно лишь бы тебе не говорили да да может быть ха-ха-ха лишь бы ты не слышала да да тебя сто пятьдесят раз уже вдоль и поперек Кира ну мы сегодня так далеко философию нашли уже вдоль и поперек все равно пересплетничали перемыли кости что ты думаешь нет что ли я например всегда об этом знаю думаю и поэтому я нормально к этому отношусь ты хоть расслышала вот за все время моей педагогической работы у меня прозвище было на работе откуда я знаю я там у вас не работала слава богу ну не слышала да от кого вообще от людей от я например никогда не слышала надо моих учеников спросить ну спроси ну это совсем при чем ну ладно это другая тема это все к тому что дочь моя говорит что ей все равно на общественное мнение а мне не все равно я человек советского союза у меня есть понимаешь ой ужас ну все давай заканчиваем эту тему стадо хейтеры стадо сегодня переделать какого-нибудь козла поставят и за этим козлом все стадо бежит кира начали с завтрака а закончили за здравие за здравие за упокой перешли на высокие материи это не высокие материи это в общем это просто элементарно и это ни к чему не приведет каждый останется при своем мнении как кланялись родителям так и будут кланяться как кланялись в юбилей так и будут кланяться это ты одна только с поколением, постепенно вот сейчас корейцы наши оттуда приехали многие, конечно, они все равно привезли с собой вот это вот как вы и делают так же и здесь устраивают знакомые мне сказали приехали сюда и устроили и здесь привезли с собой вот этот базар, как на Ташкенте называется? Куйлюк и с собой Куйлюк сюда привезли то есть живут в совсем другой стране с другим вообще менталитетом привезли сюда нет, это имеется ввиду нет, имеется ввиду не что-то там с Куйлюка а вот эту жизнь свое миропонимание вот живя в такой стране как Южная Корея вести вот это свое отсталое короче я не считаю, что Куйлюк это что-то отсталое Кира да вам, ты меня не понимаешь я не говорю про Куйлюк базар вообще имеется ввиду ту жизнь от которой все едут сюда ну привыкли ну привыкли едут сюда почему Южная Корея? потому что здесь жизнь лучше зарплаты лучше здесь людям лучше жить здесь все лучше а они, понимаешь, едут не задумываясь почему они сюда едут? они считают, что они приезжают временно заработают да, заработают и уедут и будут там жить ну короче, это уже другая тема да да, да да, да да, да да